Перемешивание применяют для образования эмульсий, суспензий и однородных смесей сплошных сред, а также для интенсификации процессов тепла и масса обмена. Перемешивание заключается в извеличении элементов сред и их равномерном перераспределении в пространстве. Гомогенизация от греческого однородной, создание однородной гомогенной структуры, не содержащей частей, различающихся по составу и свойствам и отделенных друг от друга поверхностями раздела. Полнота и завершенность перемешивания называются эффективностью данного процесса и характеризуется коэффициентом неоднородности перемешивания. По физическому смыслу он является относительным средним отклонением концентрации одного из ингредиентов смеси от ее математического ожидания. Важнейшее влияние на эту величину оказывает масштаб оценок. Масштаб оценок – это мерный объем, в котором измеряют фактические значения концентрации. Поэтому для полной характеристики перемешивания, кроме коэффициента неоднородности смеси, необходимо указывать масштаб, в котором выполняются оценки. Равномерность перемешивания экспоненциально увеличивается во времени в результате механического либо диффузионного выравнивания концентраций по пространству. Основные способы перемешивания – механический и поточный пневматический. Критерий мощности, потребляемый смесителем или критерий Эйлера. Расчет мощности, потребляемый смесителем, сводится к выбору его конструкции из набора стандартных – заданию режимов работы с вычислением безразмерной скорости движения, смешивающего органа, то есть критерия Рейнольдса. Определению по справочным данным критерия Эйлера и по нему мощности, затрачиваемой на перемешивание. Физические явления, используемые для гомогенизации эмульсий, дробление частиц жидкости в коллоидной мельнице, дросселирование жидкости в зазорах клапанов, кавитация, движение ультразвуковых волн в жидкой среде, взаимодействие частиц с ударными волнами. Основные сведения Перемешивание широко применяется в пищевой промышленности для образования эмульсий и суспензий, однородных смесей сыпучих материалов и других сплошных сред, а также для интенсификации процессов тепла и масса обмена. Перемешивание заключается в измельчении элементов жидких, твердых или сыпучих сред и их равномерном перераспределении в пространстве с целью выравнивания состава смеси во все более и более малых объемах. Из процессов перемешивания в самостоятельную группу выделены процессы гомогенизации. Полнота и завершенность процесса перемешивания или в других терминах эффективность перемешивания, достигнутая однородность смеси и другие, может оцениваться величиной бета, называемой коэффициентом неоднородности смеси. Перемешивание идеально, если максимум бета равно нулю. Соответственно, характеристику однородности смеси логично можно выразить величиной r, которая равна единице минус бета. Введенную характеристику неоднородности смеси бета можно назвать относительным средним отклонением концентрации рассматриваемого ингредиента смеси от среднего его значения или от математического ожидания концентрации. В выражении для коэффициента неоднородности смеси используют концентрации одного из ингредиентов, которые можно измерить только в некотором объеме. Такой объем мы называем мерным, а его характерные размеры масштабом оценки неравномерности состава смеси. В зависимости от масштаба оценки в мерный объем может попадать разное количество ингредиентов и соответственно может меняться результат оценки. В общем случае результат оценки зависит также от ориентации мерного объема в пространстве. Изменяя его ориентацию можно найти такую, при которой неравномерность состава смеси в целом будет максимальной. В практических измерениях неоднородности смеси поступают следующим образом. В ряде точек И перемешиваемого объема по заранее намеченной схеме одновременно отбирают пробы концентрации рассматриваемого компонента С и Т и вычисляют среднюю величину С среднее по формуле, которую вы видите на экране. Называемую математическим ожиданием и коэффициент неоднородности смеси бета при необходимости находят максимальное ее значение. Обратим внимание на важнейшую роль масштаба оценки в измерении неоднородности смеси и проиллюстрируем это следующим примером. Пусть в кубическом объеме равном 1 кубометр с ребром куба равным 1 метр находится полкуба одного и столько же второго сыпучего материала с равными насыпными плотностями. Пусть материалы не перемешаны между собой и занимают объемы параллелепипедов с ребрами 1 на 1 и на полметра, как это показано на рисунке в проекции на плоскость чертежа. Если оценивая неоднородность смеси этих материалов в качестве мерного объема взять исходный куб с ребром 1 метр, то в соответствии с выражением для коэффициента неоднородности смеси β максимальное его значение получим равным β равно 0. Это определяется тем, что массовая концентрация в долях единицы вычисляется для определенности по первому продукту. При равных плотностях материалов получим выражение, которое вы видите на экране. Иными словами, перемешивание при таком мерном объеме идеально. Если же уменьшить размеры мерного объема, взяв в качестве него объем параллелепипеда с размерами в плане 1 на полметра, то максимальное значение оценки неоднородности смеси получим при условии, что вначале весь первый, а потом весь второй материал разместим в мерном объеме. Тогда для двух измерений с индексами 1 и 2 получим, что c среднее равно 0.5, c1 равно 1, а c2 равно 0. При этом максимум β будет равна 0. Иными словами, перемешивание при таком мерном объеме предельно плохое, то есть отсутствует вовсе. Оценка не изменится, если продолжать уменьшать мерный объем. Характерный размер мерного объема m в данном случае должен быть принят равным 0.5 метра, то есть равным минимальному размеру мерного параллелепипеда. Изобразив на рисунке значение максимум β в зависимости от характерного размера мерного объема m, получим, что при переходе через граничное значение характерного размера мерного объема или масштаба оценок m равное полметра происходит скачкообразное изменение результата оценок. Если в этом же примере объемы занимаемые каждым материалом уменьшить в 2 раза и половину из них переместить в пространстве на предельно возможную величину равную полметра, как это показано на рисунке, оценка неоднородности смеси изменяется. Как показано на следующем рисунке, граничное значение характерного размера масштаба оценок сместится к 0.25 метра. Зависимости на рисунке носят скачкообразный, разрывной характер. Это связано с использованием в оценках максимального значения коэффициента неравномерности перемешивания. Если же принять равновероятное по всем направлениям ориентирование мерного объема, эти зависимости преобразуются в средневзвешенные, которые изображены на рисунке жирными линиями. Блок схема процесса перемешивания может быть представлена состоящей из двух последовательно протекающих процессов измельчения и перемещения в пространстве. В общем случае возможны два механизма перемещения частиц в пространстве. В результате механического перемещения рабочими органами смесителя и вследствие диффузионного перемещения силами молекулярного взаимодействия в эмульсиях, суспензиях и золях. В сыпучих смесях диффузионного перемещения ингредиентов не наблюдается. Однако такой подход, когда мы говорим, что в сыпучих смесях нет диффузионного перемещения ингредиентов, он рассматривается одной группой ученых. Другая группа ученых рассматривает, что в сыпучих материалах есть диффузионное перемещение. Эту теорию мы рассмотрим в видео позднее, когда перейдем к рассмотрению конструкций смесителей сыпучих смесей. Механическое перемещение раздробленных частиц происходит одновременно с измельчением, когда частицы разрушаются при попадании между подвижным смесительным органом ножом и неподвижной декой. При этом одна из разрушенных частиц увлекается подвижным органом и переносится в пространстве на некоторое расстояние. Это расстояние случайным образом изменяется в зависимости от ориентации разрушаемой частицы. Однако даже если в результате механического перемещения частиц не достигнуто их идеального распределения в пространстве. В эмульсиях, суспензиях, изолях оно будет достигнуто через некоторое время за счет диффузии. Твердые и жидкие частицы дисперстой фазы в этих системах диффундируют, подчиняясь феноменологическому закону ФИКО. Следует напомнить, что на канале есть видео о перемешивании пшеничного теста в камерах теста мессильных машин. Это видео посвящено трехстадийному процессу перемешивания теста. Вы его можете посмотреть на канале по ссылке в описании. Однако мы возвращаемся к рассмотрению процесса перемешивания как такового. В связи с отсутствием диффузионного перемешивания твердых сыпучих частиц дисперстной фазы, распределенных в твердой же дисперсионной среде, их перемешивание в пространстве определяется только механическим переносом. Механический перенос может сопровождаться или не сопровождаться измельчением частиц или конгломератов частиц системы. Как во всяких последовательно протекающих процессах, суммарная скорость сложного процесса определяется скоростью самого медленного из них. Остальные процессы протекают как бы квазистационарно. В процессе перемешивания на разных его стадиях то один, то другой из составляющих процессов может опережать другой по массовой скорости. Обычно в начале перемешивания измельченных частиц дисперстной фазы определяет скорость суммарного процесса, а в конце наоборот. Поэтому точный вывод расчетных зависимостей для массовой скорости перемешивания затруднителен. Задача облегчается тем, что оба процесса, составляющих сложный процесс перемешивания, описываются функционально одинаковыми зависимостями. Рассмотрим другой подход к механизму перемешивания сыпучих смесей. Согласно исследованиям Ю и Макарова, механизм смешивания сыпучих материалов складывается из следующих элементарных процессов. Перемещение группы соседних частиц из одного положения в другое, так называемое конвективное смешение. Перераспределение частиц через обновленную границу их раздела диффузионное смешивание. Скольжение плоскостей в массе материала, сдвиговое смешивание. Сосредоточение частиц, имеющих одинаковую массу в соответствующих местах смесителя под действием гравитационных или инерционных сил, так называемое самосортирование или сегрегация. В первом приближении процесс достижения однородности можно описать графиками. Спустя какое-то время после начала перемешивания сыпучих материалов, не сильно отличающихся по размеру и плотности, достигается однородность в 90-95%. И дальнейшее перемешивание энергетически неэффективно. Однако, если перемешивание не остановить, то начнется процесс сегрегации, то есть разделение частиц. Тем самым уменьшится однородность. На графике, который вы сейчас видите на экране, можно выделить три характерные области. Это область начала перемешивания, когда практически по экспоненте растет однородность перемешивания от времени. Потом наступает график достижения довольно высокой степени однородности. Но потом, если мы продолжим перемешивание, начнет происходить сегрегация. Наша задача таким образом подбирать размеры, конфигурацию смесителей рабочих органов, скорости вращения рабочих органов, мощность электродвигателя, а также параметры смешиваемых сыпучих смесей. Чтобы время достижения однородности было оптимально с точки зрения энергетических затрат на перемешивание. И в то же время было достаточно значительным, чтобы его можно было контролировать с помощью приборов, либо с помощью визуального контроля. Это один из подходов к рассмотрению процесса перемешивания. Некоторые авторы исключают сегрегацию цепучих смесей после достижения однородности при перемешивании. Однако другие авторы проводят масштабные исследования, одно из которых мы сейчас рассмотрим. На рисунке представлена конфигурация так называемой классической кривой перемешивания, которая получена при изучении работы тихоходных механических смесителей, на которых отчетливо видны все сингулярные точки или так называемые точки перегибов, которые обуславливают вид кривой. Точка 2 соответствующая достижению первого минимального значения коэффициента неоднородности. При этом этот коэффициент стремится к минимуму. отодвинута довольно далеко от начала координат. Сдвиговые и конвективные фазы процесса перемешивания идут достаточно долго, прежде чем процесс достигнет диффузионной стадии, при которой увеличивается степень свободы отдельных частиц. Направление их перемещения в каждый последующий момент становится непредсказуемым и напоминает броуновское движение. Именно в этой фазе, как следствие сказанного, начинает проявляться самосортирование, сегрегация. Частицы перемещаются под действием гравитационных и инерционных сил, что приводит к некоторому расслоению смеси. Однако, степеней свободы у частиц все же недостаточно, и лопасти смесителя вновь увлекают частицы в конвективные и другие фазы перемешивания. Рассматривая процесс перемешивания с позиции возможной интенсификации, следует стремиться сократить время раскачки компонентов в фазах сдвигового и конвективного перемешивания и перейти как можно скорее к диффузионному смешиванию и самосортированию. То есть выйти по возможности быстрее на границу второй и третьих зон. Это возможно за счет следующих факторов. Разработки более эффективного профиля рабочих органов. Увеличение частоты вращения рабочих органов. Наложение вибрационных колебаний различной частоты, например, в вертикальной плоскости. Применение псевдоожижения. Применение магнитных и электрических полей. Применение в тихоходных смесителях дополнительных быстроходных мешалок для разрушения агрегатов частиц. Уменьшение мертвых зон в смесителе. Правильного выбора коэффициента заполнения ванны смесителя и т.д. На ход, длительность и качество процесса смешения влияют многие факторы. Физико-механические свойства частиц. Составляющих смесь. Плотность. Гранулометрический состав. Влажность. Форма частиц. Адгезионные и аутагезионные свойства и другие. Процентное соотношение компонентов, входящих в смесь. Точность их дозирования. Стабильность процессов подготовки компонентов. Сепарирование, очистки, измельчение. Стадийность. Построение процесса. В одну или несколько стадий. Общая концепция построения технологического процесса. Растянутость коммуникаций. Построение бункерного хозяйства и т.д. Следует отметить также ряд дополнительных особенностей. Имеющих практическое значение для интенсификации процесса перемешивания. Во-первых, для получения однородных смесей следует обращать особое внимание на размер частиц. Тех компонентов, которые входят в состав смесей в малых количествах. Общая тенденция здесь такова. Чем меньше содержание компонента, тем меньше должны быть размеры его частиц. Например, при распределении в одной тонне компонента массой 1 кг частиц должны быть 500 мкм. Массой 100 грамм 200 мкм. 10 грамм 100 мкм. То есть зависимость здесь, а обратно, прямо пропорциональная. Чем меньше массовая доля компонента, тем мельче должен быть его состав. Кроме этого, компоненты смеси можно перемешивать малыми порциями. Но несколько быстрее, чем обычно. Например, достижение равномерности распределения компонента 2 массой 10 граммов в 1 тонне смеси может наступить несколько быстрее, чем 50 грамм в 5 тоннах. Далее. Удовлетворительного качества смеси можно достичь за несколько последовательных этапов перемешивания. Например, при соотношении компонентов 1 к миллиону за 4 этапа. При оценке качества смеси необходимо уметь идентифицировать, различать ошибки, получаемые непосредственно в процессе смешивания и перешедшие на процесс перемешивания от предыдущей операции дозирования. Результаты процесса дозирования, как известно, подчиняются законам теории вероятности. Из чего следует, что при хорошо отлаженном процессе равновероятно появление ошибок как в плюсовую, так и в минусовую стороны. Причем большие отклонения встречаются реже, чем малые. В целом, характер ошибок может быть аппроксимирован нормальным законом распределения или близким к нему. В настоящее время основным качественным показателем процесса перемешивания, как мы уже выше обсуждали, является коэффициент неоднородности смеси. С учетом коэффициента вариации, оценочная шкала качества перемешивания выглядит следующим образом. Если этот коэффициент меньше 3%, это отличное перемешивание. От 3 до 6% хорошее перемешивание. От 7 до 15% удовлетворительное перемешивание. Далее мы более подробно будем использовать эти коэффициенты и увидим, что при перемешивании сыпучих продуктов, которые различаются значительно в 2 и более раз по насыпной плотности, по размеру частиц. Для этих сыпучих продуктов достижение даже удовлетворительного перемешивания будет сложной задачей. Далее рассмотрим смесители сыпучих продуктов. Классификация аппаратов, применяемых для перемешивания сыпучих продуктов, представлена на экране. В связи с особенностями оборудования данного типа, в его классификации ограничимся делением на аппараты периодического и непрерывного действия и на классы, различающиеся по конструктивным признакам. Основные типы смесителей сыпучих продуктов схематически представлены на экране. Лопастные смесители имеют два ротора, которые вращаются в противоположных направлениях. Шнековые смесители осуществляют перемешивание одновременно с транспортированием масс. Шнековый смеситель с подвижной осью на движущейся раме широко распространен в производстве солода. Однако число шнеков, расположенных вертикально, может превышать 8. В барабанном смесителе перемешивание осуществляется пересыпанием при вращении барабана, снабженного внутренними лопатками. Материал подается в барабан и удаляется из него питающим шнеком. Ударный смеситель аналогичен дезинтегратору. Перемешивание в нем достигается ударами билл, а смешиваемые частицы одновременно с их дроблением и перемещением в пространстве. При смешивании сыпучих компонентов в барабанном смесителе в его поперечном сечении выделяются две области движения частиц. В верхней области частицы движутся хаотично. В нижней частице при движении повторяют форму обечайки смесителя. Скорости движения частиц в нижней области невелики. В верхней области происходят два процесса. Перемешивание и сегрегация. Сегрегация представляет собой разделение частиц с разными физико-механическими свойствами. Более подробно мы рассмотрели ее ранее. Причиной сегрегации состоит в том, что более плотные частицы, обозначенные как B и C, тонут в разряженном поверхностном потоке. А мелкие просачиваются через слой более крупных, как сквозь сито. Таким образом, более плотные и мелкие частицы B и C скапливаются в центре циркуляции материала, а остальные в поверхностном слое и слое прилегающем к стенке корпуса. Подобное разделение частиц приводит к снижению качества получаемой смеси. Зная о том, что при перемешивании происходит сегрегация материала, разрабатываются перемешивающие устройства, в которых установлены элементы, предотвращающие сегрегацию или уменьшающие ее. Например, в одном из таких устройств предлагается осуществлять постепенную и равномерную загрузку одного из компонентов. При использовании такого устройства основной компонент попадает непосредственно в область обрушения, что обеспечивает быстрое достижение однородности смеси. Устройство состоит из барабана 1, узлов загрузки 2, 3, 4, узла выгрузки готовой смеси 5, дозаторов 6, 7 и 8, непрерывной подачи компонентов A, B и C, перфорированных труб 9 и 10, с приводом вращения 11 и 12. Основной компонент A через узел загрузки 2 вводится в смеситель, а ключевые компоненты через узлы 3 и 4 вводятся в перфорированные трубы. Через отверстие перфорации в трубах в результате их вращения приводами 11 и 12 подается на поверхность обрушения смеси компонент A. Перфорация в трубе 9 в подаче наиболее склонного к сегрегации компонента C начинается на некотором расстоянии от места выгрузки. Компонент C загружается в барабан, когда время пребывания двух основных составляющих смеси соответствует расчетному. Диаметр отверстий в трубе 9 определяется требованиями к составу готовой смеси. Недостатком устройства является сложность в изготовлении перфорированной трубы. Далее рассмотрим современные математические модели процесса перемешивания сыпучих материалов. Математическое моделирование процесса смешивания сыпучих материалов направлено на установление функциональной связи между коэффициентом неоднородности смеси и основными параметрами исследуемой физико-механической системы. То есть смесителя и физико-механическими параметрами компонентов смеси. Это средний диаметр частиц компонента, их насыпная плотность, углы естественного откоса и другие. Математическая модель процесса перемешивания должна быть согласована с физической моделью перемешивания и учитывать то, что процесс перемешивания сыпучих смесей носит стахастический характер. Несмотря на это, в настоящее время для математического описания процесса перемешивания сыпучих материалов применяются как стахастические, так и детерминированные математические модели. К детерминированным подходам к моделированию относятся регрессионные модели, типовые модели структуры потока и кибернетический подход. Регрессионные модели содержат эмпирические соотношения между критериями качества смеси, то есть критерием неоднородности, и параметрами исследуемой физико-механической системы. Этот подход к математическому моделированию является достаточно надежным при установлении связи в исследуемых пределах, но он достаточно трудоемок. Чаще всего он реализуется методом наименьших квадратов. Эти модели пригодны для конкретных изученных аппаратов и не решают проблем масштабных переходов. К типовым моделям структуры потока относят модель идеального вытеснения, модель идеального смешивания, диффузионную, ячеечную и комбинированные. Модель идеального вытеснения предполагает поршневое движение материала без перемешивания частиц в направлении потока. Модель идеального перемешивания применима, когда частицы мгновенно равномерно распределяются по рабочему объему смесителя. В реальных смесителях модель практически не используется, поскольку не встречается такое движение частиц. Ячеечная модель представляется как результат перераспределения частиц при их движении в потоке материала через систему цепочек, составленных из ячеек, идеального перемешивания и образующих циркуляционный контур смесителя. Для процесса перемешивания в циркуляционных смесителей применяются ячеечные модели, учитывающие вероятностный характер. Комбинированные модели составляют для смесителей, имеющих выраженные застойные зоны и зоны циркуляции. Для описания процесса перемешивания в циркуляционных смесителях применяются ячеечные модели, учитывающие вероятностный характер. Комбинированные модели составляют для смесителей, имеющих выраженные застойные зоны и зоны циркуляции. При использовании таких моделей можно описать практически любой достаточно сложный процесс, а однако при этом возникает проблема решения громоздких уравнений. Кибернетический подход к моделированию процесса основан на использовании методов технической кибернетики. Смеситель сыпучих продуктов при этом можно рассматривать как так называемый черный ящик, который преобразует входные сигналы X от T в сигналы выходные Y от T. И тогда можно записать уравнение. Следует напомнить, что черный ящик при его рассмотрении в процессах перемешивания рассматривается как отдельное устройство. И при этом нам не важно его внутреннее наполнение, то есть форма смесительных устройств, отбойники, которые установлены внутри емкости, форма емкости и ее размер, а также параметры смеси. Гранулометрический состав, насыпная плотность и так далее. Одним из самых распространенных подходов к моделированию процесса перемешивания сыпучих материалов состоит в использовании диффузионной модели. В общем случае процесс описывается дифференциальными уравнениями Фокера-Планка. Если механизм перемешивания является псевдоожиженным, подобным молекулярной диффузии, то возможно применение уравнений Фика. В основном при перемешивании сыпучих пищевых материалов применяется именно уравнение Фика. Величина D является характеристикой перемешивания и зависит от времени пребывания частиц в области активного смешивания, которое может быть установлено в рабочем объеме многих аппаратов. Если при определении D воспользоваться, например, методами статистической механики, то в результате моделирования можно получить структуру D с учетом параметра физико-механической системы. В реальных системах перемешиванию всегда сопутствует сегрегация частиц. Некоторые исследователи применяли диффузионную модель сегрегации при описании радиального смешивания двухкомпонентной смеси в барабанном смесителе. Диффузионная модель с так называемым сносом при описании смешивания частиц в уравнении Фика предполагает учет члена, который учитывает скорость сноса В. Диффузионная модель со сносом, как правило, применяется для описания смешивания устройства непрерывного действия. Для описания конвективного формирования смеси, когда она подвергается ряду воздействий, включающих ее разделение и перетасовку, можно применять конвективную модель. Кроме вышерассмотренных могут применяться метод функции распределения времени пребывания. Но, однако, этот метод не описывает эффекты микросмешения и кинетику процесса. Этот метод требует обширных опытных исследований и позволяет построить кривую перемешивания в достаточно узком диапазоне конструктивных и режимных параметров смесителя. И данный метод не решает проблему масштабного перехода. При недостатке информации о процессе рекомендуют использовать энтропийно-информационный подход. В процессе эволюции к равновесному состоянию меняется значение энтропии, с которой могут быть связаны параметры качества смеси. Для процесса составляется функция физической или информационной энтропии процесса перемешивания. Статистическая ошибка информационной энтропии реальной смеси сыпучих материалов может быть определена по результатам анализа проб. Относительная эффективность перемешивания при этом определяется отношением. Кроме рассмотренных математических моделей и подходов могут применяться диффузионные уравнения Калмогорова с непрерывными цепями Маркова, методы механики гетерогенных систем, динамические и кинетические модели и многие другие. Рассмотрим зависимости неоднородности смеси от соотношения диаметров частиц и насыпной плотности. Вначале рассмотрим влияние соотношения диаметров. Пусть две фракции с диаметрами D1 и D2, причем D1 меньше или равен D2. Исследовали влияние соотношения диаметров частиц D1 и D2 смешиваемых фракций на качество получаемых смесей в смесителях с лопастями и без лопастей. При этом в смесителях с лопастями лопасти устанавливались так, чтобы при вращении проходить через центр сегрегации смеси. На графике представлена зависимость коэффициента неоднородности от соотношения диаметров D1 и D2. Данный график показывает, что если смешиваются фракции с большой разницей в диаметрах частиц, то есть при соотношении D1-D2 равное 0,6-0,7, то коэффициент неоднородности будет высоким 30-34%. А при перемешивании фракций с соотношением D1-D2 близким к единице, коэффициент неоднородности будет стремиться к нулю, составляя в реальности около 4-6%. Это можно объяснить межчастичным просачиванием, когда мелкие частицы как через сито просачиваются через крупные и образуют ядро сегрегации. Также как мы рассмотрели влияние диаметров частиц на однородность смеси, также и различие в плотности насыпной плотности влияет на однородность смеси. Для выявления, есть ли связь между однородностью смеси и различием в насыпных плотностях смешиваемых фракций, проводили эксперименты в емкостях с лопастями и без лопастей. Как и в первом случае, лопасти устанавливали так, чтобы они проходили через центры сегрегации смеси. График зависимости неоднородности от отношения плотностей представлен на экране. При этом для эксперимента выбирали компоненты, в которых плотности отличаются от 1 до 2,5 раз. График зависимости коэффициента неоднородности от отношения плотностей представлен на экране. Из графика видно, что соотношение плотностей существенно влияет на качество получаемой смеси. Более тяжелые частицы, так сказать, тонут в более легких и происходит разделение. Причем влияние лопастей на процесс не столь значительно, как при сегрегации частиц по размерам. Рассмотрим смесители жидких продуктов. Схема смесителя определяется способом перемешивания. Используют следующие способы перемешивания. Механический, поточный, пневматический. Им соответствуют аппараты для перемешивания. Мешалки, смесители жидкостных потоков и пневматические смесители. Мешалки могут быть лопастными, планетарными, пропеллерными, турбинными и другими. Лопастные мешалки перемешивают жидкие продукты лопастями, прикрепленными к валу привода, вращающемуся в любой плоскости. Лопасти могут быть развернуты к направлению вращения. Их число и схема закрепления на валу различны. Чтобы предотвратить движение жидких смесей, особенно вязких, на неподвижных стенках корпуса устанавливают отражатели. Для перемешивания систем, выделяющих осадок, применяют якорные мешалки. А обычная частота вращения якоря мешалок от 20 до 80 оборотов в минуту. Но могут применяться и более скоростные устройства, до 400 оборотов в минуту. Планетарные мешалки применяют для перемешивания вязких смесей. Пропеллерные мешалки в качестве рабочего органа используют пропеллер, винт. Диаметр его составляет 1 третья, 1 четвертая диаметра сосуда. Различают двух и трех лопастные винты. Пропеллерные мешалки обеспечивают образование сложного поля скоростей, что улучшает перемешивание. Такие мешалки могут иметь и несколько винтов на одной оси с разным наклоном лопастей. Частота вращения от 150 до 1000 оборотов в минуту. При направлении потока на дно сосуда он хорошо взмучивает осадок с относительно крупными частицами, размерами до 150 микрометров. Такие мешалки могут иметь и несколько винтов на одной оси с разным наклоном лопастей. Их применяют при умеренной вязкости жидкости до 6 паскаль секунда. Недостаток это большое потребление энергии. Турбинные мешалки представляют собой турбинные колеса, закрепленные на вертикальном валу и вращающиеся со скоростью от 200 до 2000 оборотов в минуту. Турбины похожи на колеса центробежных насосов и могут иметь часть их статора. Такие мешалки эффективны и применяются для перемешивания и маловязких и вязких жидкостей до 500 паскаль секунда. Они хорошо взмучивают осадки твердой фазы и применяются для перемешивания в жидкостях твердых сыпучих материалов с размерами частиц до 25 микрометров и их содержанием до 60% по массе. Строго говоря, термин турбинные колеса неудачный, так как турбины в данном случае не применяются как устройство, преобразующие поступательное движение потока во вращательное движение ротора. Так называемые турбинные колеса мешалок остаются по своей сути пропеллерами, преобразующими вращательное движение вала в движение струи. Ленточные перемешивающие устройства представляют собой ленту, закрепленную тем или иным образом на валу. Лента может быть узкой и широкой, а также в форме ленты мебиуса. Применяется для перемешивания маловязких жидких смесей, например, для перемешивания крахмальной суспензии. Пневматическое перемешивание заключается в барботировании течения воздуха или пара через слой смешиваемых продуктов. Этот процесс течения газа через жидкость и их перемешивание рассматривается подробнее при изучении брагоперегонного процесса. Видео с брагоперегонными аппаратами и брагоректификационными аппаратами вы можете посмотреть на канале. Применяют пневматическое перемешивание при вязкости продукта до 200 паскаль секунда, при замачивании зерна в воде, для приготовления солода и других. Для перемешивания высоколетучих компонентов этот способ не рекомендуется, так как при этом вместе с воздухом уносится много летучих веществ. Схема пневматического смесителя представлена на экране. Поточные или эжекторные смесители применяют для организации непрерывного или поточного перемешивания продуктов. Они представляют собой колонны с горизонтальными решетчатыми перегородками, разделяющими потоки на части и создающими возможность их нового соединения. Устройство таких колонн многообразно. Расход энергии на перемешивание. Расход энергии на привод механических мешалок определяют на основании экспериментальных исследований однотипных конструкций. Результаты исследований для каждого типа мешалок обобщают с помощью критериальных зависимостей, которые выводят с использованием метода теории размерности. Первый шаг метода – составление перечня действующих факторов. В данном случае эта задача относительно проста. Очевидно, что на потребляемую мешалкой мощность влияют для фиксированного типа мешалки. Характерный размер – в данном случае диаметр лопастей D, частота вращения N, динамическая вязкость μ и плотность жидкости. Перечень определяющих параметров – это мощность, диаметр, частота вращения, динамическая вязкость, плотность. Всего 5 переменных. Второй шаг метода – это определение числа независимых размерностей. Для этого выпишем единицы измерения всех величин из перечня параметров. Независимые размерности в этом перечне – это килограмм, метр и секунда. Всего 3 размерности. Согласно π теореме, данное явление определяется двумя безразмерными комплексами параметров, так как π равно 2. На третьем шаге оставим из приведенного перечня параметров два независимых безразмерных комплекса. Это можно сделать простым подбором. Однако помощь здесь может оказать и предварительный анализ искомых закономерностей. Перемешивание – это гидродинамический процесс, в который входит образование поля скоростей и давлений в жидкой среде, и на которые влияют силы вязкости и инерции. На основании анализа известных критериев гидродинамического подобия можно предположить, что на процесс влияют только два критерия – Рейнольдса и Эйлера. Все критерии, характеризующие свободное движение, здесь неприменимы, так как исследуемое движение вынужденное. А критерий Фруда не может быть использован в анализе, так как влиянием движения под действием силы тяжести в исследуемом процессе мы пренебрегаем. Комбинируя параметры с возможным учетом данной подсказки, получим два безразмерных комплекса параметров. Первый из них совпадает по физическому смыслу с критерием Эйлера. С учетом переводных коэффициентов, используемых при преобразовании параметров, можно утверждать, что первый из выписанных безразмерных комплексов пропорционален критерию Эйлера и может быть назван критерием мощности для данной задачи. Второй из этих критериев пропорционален критерию Рейнольдса. Таким образом, связь параметров можно искать в критериальной форме, или как функция Рейнольдса. Обобщение экспериментальных данных для ряда конструкций мешалок, схемы которых представлены на экране, а параметры в таблице дано на рисунке. Эти зависимости более точные, чем аппроксимируемые степенной зависимости Букингема Рейнера. Поэтому использование зависимости в графическом виде предпочтительнее. Расчет выполняют следующим образом. По заданному типу расчетной мешалки выбирают наиболее подходящую. И определяют соотношение характерных параметров мешалки. Далее, вычислив значение критерия Рейнольдса по графикам, для соответствующего типа мешалки находят значение критерия Эйлера. И по нему вычисляют мощность N, затрачиваемую на перемешивание. Это значение мощности увеличивают на величину пусковой мощности, затрачиваемой на преодоление инерции жидкости в пусковой момент и на компенсацию других потерь. Пусковую мощность можно рассчитать следующим образом. Выделим из лопасти мешалки малую площадку площадью dF, равная hdx. Массовый расход, перемещаемый этой площадкой, вычислим как dM равно dF v ρ. Мощность dN, затрачиваемая на приведение этой массы в движение, определяется выражением. Интегрируем это выражение по лопасти, то есть от R равное R нулевое до R равное R большое. В момент пуска ND равно N плюс NI. Для гарантии работоспособности мощность двигателя выбирают больше этого значения на 50% для лопастных мешалок и на 10-15% для пропеллерных и турбинных. Расход энергии при пневматическом перемешивании находят следующим образом. При пневматическом перемешивании расход воздуха составляет от 0,4 до 1 кубического метра в минуту на 1 квадратный метр свободной поверхности жидкости. Давление воздуха на выходе из воздуходувки тратится на преодоление гидравлического сопротивления магистрали ΔP1 и давление столба жидкости над баработерной решетки в сосуде ΔP2 в мегапаскале. Тогда мощность воздуходувки можно рассчитать по формуле. Смесители пластических масс мы подробно разбирали в лекции, когда изучали процессы перемешивания в камерах тестами сильных машин и теста приготовительных агрегатов. Посмотреть эти видео вы можете по ссылкам в описании. В этом видео мы не будем подробно останавливаться на конструкции и принципе действия и процессах, которые происходят в смесителях пластических масс. В пищевой промышленности такими пластическими массами являются конфетные и кондитерские массы, тесто хлебопекарное и макаронное. Для понимания общей сути процесса, которая происходит в пластических массах, вы можете ознакомиться с вышеупомянутыми видео и закрыть для себя этот вопрос. Гомогенизация. Сущность гомогенизации. Это создание однородной или гомогенной структуры, не содержащей частей, различающихся по составу и свойствам, и отделенных друг от друга поверхностями раздела. Гомогенизацию широко применяют в консервном производстве и молочном. В консервном производстве при этом продукт доводится до тонкодисперсной массы с частицами диаметром 20-30 мкм при давлении от 10 до 15 мегапаскаль. В кондитерских производствах, благодаря гомогенизации, которая заключается в обработке шоколадной массы в конш-машинах, эмульгаторах или меланжорах, обеспечивается равномерное распределение твердых частиц в какао-масле и снижается вязкость массы. Частицы эмульсий, суспензий, взвесий существенно меньше по размерам, чем рабочие органы любых механических перемешивающих устройств. Размеры частиц меньше размеров вихрей, образуемых перемешивающими устройствами, и меньше размеров других неоднородностей потока сплошной среды. Вследствие инициируемого механическими смесителями движения среды, ассоциации частиц перемещаются в ней как единое целое, без относительного смещения компонентов дисперсной фазы и дисперсионной среды. Такое движение не может обеспечить перемешивание компонентов среды в необходимых масштабах. Масштабы, в которых целесообразно перемешивание частиц пищевых продуктов определяются условиями усвоения пищи. В настоящее время не выявлены границы масштабов, до которых целесообразно гомогенизировать пищевые смеси. Имеется, однако, ряд исследований, свидетельствующих о целесообразности гомогенизации пищевых продуктов, вплоть до молекулярного уровня. Для гомогенизации продуктов используют следующие физические явления. Дробление частиц жидкости в коллоидной мельнице. Дросселирование жидкой среды в засорах клапанов. Кавитационные явления в жидкости. Движение ультразвуковых волн в жидкой среде. Дробление частиц в коллоидной мельнице. Между тщательно обработанными твердыми коническими поверхностями ротора и статора коллоидной мельницы, частицы эмульсии могут измельчаться до размеров 2-5 микрометров, что часто оказывается достаточным для гомогенизации. Дросселирование жидкой среды в зазорах клапанов. Если жидкая среда, сжатая до 10-15 мегапаскаль, дросселируется, проходя через сопло малого диаметра или через дроссель, дроссельную шайбу, то сферические образования в ней при ускорении в сопле вытягиваются в длинные нити. Эти нити разрываются на части, что и служит причиной их дробления. Вытягивание сферических образований в нити образные определяется тем, что ускорение потока распределено вдоль направления движения. Фронтальные элементы образований раньше тыльных их частей подвергаются ускорению и более длительное время пребывают под воздействием повышенных скоростей движения. В результате сферические жидкие частицы удлиняются. Кавитационные явления в жидкости Реализуются пропусканием потока сплошной среды через плавно сужающийся канал сопло. В днем она ускоряется, а давление уменьшается в соответствии с уравнением Бернули. При падении давления ниже давления насыщенных паров жидкость закипает. При последующем повышении давления пузырьки паров схлопываются. Генерируемые при этом высокоинтенсивные, но маломасштабные пульсации давления и скорости среды гомогенизируют ее. Аналогичные явления возникают при движении, вращении в жидкости плохо обтекаемых тел. В аэродинамической тени за плохо обтекаемыми телами понижается давление и возникают кавитационные каверны, движущиеся вместе с телами. Их называют присоединенными кавернами. Движение ультразвуковых волн в жидкой среде. В ультразвуковых гомогенизаторах продукт протекает через специальную камеру, в которой облучается излучателем ультразвуковых волн. При распространении бегущих волн в среде происходит относительное смещение компонентов, повторяющиеся с частотой генерируемых колебаний, выше 16 тысяч колебаний в секунду. Вследствие этого границы компонентов среды размываются, частицы дисперсионной фазы дробятся и среда гомогенизируется. При гомогенизации молока ультразвуковыми волнами и другими возмущениями установлены предельные размеры частиц молока, ниже которых гомогенизация невозможна. Жировые частицы молока представляют собой округлые, почти сферические частицы размером от 1 до 3 микрометров. Первичные шарики или ядра, объединенные в количестве от 2 до 50 штук. И более, в конгломераты, агрегаты, гроздья. В составе конгломератов отдельные частицы сохраняют свою индивидуальность, то есть остаются четко различимыми. Конгломераты имеют форму цепочек из отдельных частиц. Целостность конгломерата определяется силами адгезионного сцепления округлых частиц. Все реализуемые на практике способы гомогенизации обеспечивают дробление конгломератов, в лучшем случае до размеров первичных шариков. При этом поверхности адгезионного сцепления первичных капель разрываются под действием разности динамических напоров, дисперсионной среды, действующих на отдельные частицы конгломерата. Дробление же первичных капель ультразвуковыми волнами может иметь место только по механизму образования на них поверхностных волн и срыва их гребней потоком дисперсионной среды. Дробление наступает в тот момент, когда силы, вызывающие его, превысят силы, удерживающие первоначальную форму частиц. В этот момент отношение данных сил превысит критические значения. Силы, приводящие к дроблению как первичных частиц, так и их конгломератов, являются силы, создаваемые динамическим напором дисперсионной среды. Скорость частицы V от T рассчитывают по формуле, отражающей второй закон Ньютона – равенство произведения массы частицы на ускорение силе лобового сопротивления, обтекающей ее среды. При этом масса рассчитывается по формуле. Теперь скорость частицы V от T находится интегрированием уравнения. При синусоидальных колебаниях частотой F в герцах и амплитудой PA в паскале, при скорости звука в дисперсионной среде C метр в секунду, скорость среды U от T определится по формуле. Первоначальную форму частиц удерживают силы. Для сферической частицы это сила поверхностного натяжения. Для конгломерата частиц это сила адгезионного сцепления первичных частиц. Отношение сил R и RP, называемое критерием дробления или критерием Вебера, записывается в виде WE равное R деленное на RP. При этом для сферической частицы критерий Вебера рассчитывается по формуле, а для конгломерата частиц по другой формуле. Если текущее значение критерия Вебера превысит критическое, радиус первичной частицы R от T и эквивалентный радиус конгломерата R от T уменьшаются до значения, при котором WE равное WE критического. В результате от первичной частицы или от их конгломерата отрывается масса вещества, соответствующая уменьшению радиуса в указанных пределах. При этом справедливы соотношения. В приведенных расчетах для дробления частиц единственный фактор, вызывающий дробление – разность скоростей частиц и окружающей среды. Эта разность увеличивается при уменьшении отношения плотностей. Когда дробятся частицы жира в молоке, это отношение наибольшее, и их дробление происходит наиболее трудно. Положение усугубляется тем, что частицы жира молока покрыты более вязкой оболочкой набухших белков, липидов и других веществ. За каждый цикл ультразвуковых колебаний с дробящихся капель срывается небольшое количество мелких капелек. И для практикания дробления в целом необходимо многократное приложение внешних нагрузок. Поэтому продолжительность дробления составляет многие сотни и даже тысячи циклов колебаний. Это и наблюдается на практике при скоростной видеосъемке капель масла, дробящихся ультразвуковыми колебаниями. Взаимодействие частиц с ударными волнами. Как уже сказано под действием ультразвуковых колебаний, обычной интенсивности возможно измельчение только конгломератов капель. Для измельчения первичных капель необходимо возмущение давления интенсивностью около 2 мегапаскаль. При использовании современной техники это недостижимо. Поэтому можно утверждать, что ни на каком действующем оборудовании гомогенизация молока до размера частиц менее 1-1,5 мкм не реализуется. Дальнейшее дробление капель возможно под воздействием серии ударных импульсов, создаваемых в гомогенизируемой среде специальным побудителем, например поршнем, соединенным с гидравлическим или пневматическим приводом импульсного типа. Скоростная киносъемка капель, на которой воздействуют такие импульсы, показывает, что в данном случае реализуется дробление по механизму сдувания с их поверхности мельчайших капелек. При этом возмущение скорости окружающей среды приводит к образованию волн на поверхности капель и срыву их гребешков. Многократное повторение этого явления приводит к значительному измельчению капель или частиц жира. В этом видео мы с вами рассмотрели процессы перемешивания сыпучих пищевых продуктов, жидкостей и жидких продуктов. Благодарю вас за внимание. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, поставьте колокольчик, а в колокольчике все уведомления, чтобы быть в курсе выхода новых видео. А на этом я с вами прощаюсь, желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.